Это довечие мы продолжаем. Гидравлические испытания в Кирове продолжаются. В ближайшие дни горячая вода пропадет в жилых домах в районе Филейки, Лепсе, Октябрьского проспекта, Нововятск и нескольких других частях города. Тепловые сети начали проверять в начале мая. За это время энергетики уже нашли несколько серьезных дефектов. О ходе испытаний нам расскажет руководитель пресс-службы теплоснабжающей компании Олег Прохоренко. Он сейчас на студии. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо, что пригласили. Даже автомобиль, сложная конструкция, даже самый надежный автомобиль, Toyota, Lexus, раз в год требует техосмотра и техобслуживания, поменять масло, фильтры и так далее, колодки тормозные. Точно так же и в любой сложной системе, в теплоэнергетике. Но если на станции эти вещи, техобслуживание проходит незаметно для потребителей, там всегда несколько турбин, несколько котлов, один выводится из работы, другие работают, то в тепловых сетях немножко иначе. И нам для того, чтобы их подготовить к зиме, необходимо провести несколько мероприятий. Первое и самое главное – это гидравлические испытания. Это предписано законом. Раз в год теплосети наружные и внутренние в домах подвергаются гидравлическим испытаниям. Они как раз проводятся для того, чтобы определить места, где слабые участки. На данный момент теплосети Кирова стали чуть лучше. Вы видите все, наверное, как ведутся перекладки последние 4 года и заменили уже больше 280 км сетей в Кирове. Но, тем не менее, такие места есть. И сейчас, на данный момент, мы идем с опережением графика, потому что начали гидравлические испытания раньше. Из 386 секций 98 опрессованы уже и 61 секция прошли испытания. То есть примерно 2 трети от опрессованных. На остальных дефекты устраняются, и по мере их устранения будут проводиться повторные испытания. И тогда уже, если этот участок теплосети проходит, эта секция проходит испытания, они вводятся в работу, потребители получают горячую воду. Ну а сколько вот дефектов, если, например, по количеству говорить? По количеству не скажу, потому что сейчас, как бы, ну, самое начало, еще не подводили там итог, да, испытания. Скажу про другое. У нас с сегодняшнего дня стартуют большие испытания по зоне Т4. Это магистральные сети, большие трубопроводы, и там будет давление на 30% выше, чем в зимний период. Это будет теплая вода, 40 градусов, но, тем не менее, я предостерегаю всех, особенно там улица Сормовская, там, где наружные тепловые сети, если будет какой-то порыв, фонтан, это все-таки опасно, поэтому эти места избегать пару дней, обходить стороной. Какие-то улицы еще можете чуть поподробнее назвать? Ну, улица Луганская, но там она непрохожая, то есть там на отдалении. Вот вообще вся северная часть города Кирова, большинство сетей все-таки под землей, это может быть просто выход воды на поверхность, из колодца, и если вы увидели, что где-то вода бьет родником, то нужно звонить либо по телефону ЕДДС, либо напрямую к нам в тепловую справочную службу 744-901, вот ЕДДС, там, 112 или 76-00, по-моему, да, единая диспетчерская служба города Кирова. И вот до 5-го числа проводятся эти большие испытания, параллельно те районы, о которых вы сказали, у меня сейчас на данный момент нет горячей воды, но внутренне я готов, потому что я знаю, что, ну, даже на автомобиле, как я сказал, мы должны его поставить в ремонт или хотя бы на техобслуживание, и в этот момент ты не ездишь или ходишь пешком. Олег, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, к сожалению, время подходит к концу, мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.